Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я решил заснять посольство. Российская Федерация находится недалеко от Tokyo Tower. Так оно выглядит снаружи. Мандарины растут. В общем, охраняют его целыми автобусами и микроавтобусами полицейскими. Все такие вот автобусы полиции в Японии с сетками. О, какая БМВ расписная. В общем, вот здесь главное здание их. Но там, где я был, там находится именно консульский отдел. То есть там работает именно с гражданами Российской Федерации, а также с гражданами Японии. Полиции здесь много. Русские дети здесь ходят. Возможно, даже дети этих послов и работников консульства. Забор шестиметровый. Вот еще один автобус. То есть здесь такая охрана из-за того, что здесь много очень, скажем так, бывает демонстраций разных там протестов и так далее. Люди, значит, идут там шестими целыми и так далее. Особенно, когда там вот, как она называется, какая-то есть радикальная организация, которая, в общем, за возвращение Курильских островов выступает постоянно. И, в общем, вот они здесь бывают на автобусах приезжают, на какие-то митинги устраивают. То есть из-за этого здесь вот так вот перекрывают в целях безопасности. Это не у каждого посольства так идет, но у многих. У американского посольства, кстати, тоже так же тоже стоят эти самые, перекрывают дорогу. Вот. Ну, сейчас вот она открыта, в принципе, можно спокойно пройти. То есть находится данное посольство Российской Федерации около станции Камияча. Камияча — это линия Хибия. Вот недалеко от, значит, Токио Тауэра. Вот здесь пересечение двух дорог. 319-й первая, чтобы вам понятнее было. И вот туда вот направо. Туда вот поворачивать. То есть на самом деле станция, то есть недалеко находится вот там внизу, около пешеходного вот этого надземного перехода где-то, моста, примерно метр двадцати от него. То есть... Вот. То есть если у вас, ну, какая-то ситуация будет, возникнет, когда вы будете в Японии, что-то непонятное, или что-то вам нужна будет помощь, или, например, потеряли документы, или еще что-то, или проблемы с визой и так далее, то есть вам нужно обращаться вот именно в это посольство Российской Федерации, то есть консульский отдел. Там работают, по-моему, они с восьми тридцати до двенадцати, тридцати днем, и с двух до, по-моему, четырех тридцати вечером. Я точно не помню, надо смотреть это все, проверять. Сейчас я не могу. То есть если пойти по вот этой улице, да, вот прямо, то выйдите прямо сразу к Токио Тауэра. Вот. Рядом здесь находится вот такой вот необычного дизайна храм. Такой вообще первый раз вижу. То есть у него сверху идет крыша, а снизу такое как бы зеркальное отражение. Идет такой вот пол. Можно посмотреть, пойти поближе. Вот. Посольство, в принципе, достаточно нормальный, то есть сервис, очень дружелюбные люди, то есть как бы никаких это, скажем так, нареканий на их работу у меня нет. То есть, и делается в основном все быстро, без всяких там задержек, то есть как бы вот, прям если справку или еще что-то сделать, прям при тебе в течение там десять-двадцать минут, там тебе сделают эту справку. То есть без проблем. Так что, если вдруг какие-то будут вопросы, вот обращайтесь туда. Ну, на сайте, в принципе, написано, где это находится. Вот, на сайте можете проехать. Вот сейчас, кстати, красиво. Сакура цветет и вот ветром обдувает, сдувает эти лепестки сакуры. Сакура уже облетает уже все, как бы конец сезона цветения сакуры. Во, классно здесь выглядит. Так что, в принципе, сейчас вот уже, вот уже такой вот мусор на улице из лепестков. Сейчас апрель месяц, поэтому сакура уже кончается потихоньку, постепенно. Хоть еще и есть там лепестки, но все равно оно уже начинает опадать. Ну, в некоторых районах еще, как бы, цветет нормально. Поэтому тут надо выбирать. Вот это здание, я даже не знаю, что это. Это какое-то интересное такое архитектурное сооружение с большой лестницей, сразу на третий этаж. Непонятно для чего. Вот такое вот. Это можно там, наверное, прочитать, хотя я не уверен, что что-то будет понятно из этого. Рейюкай Щакадан. Без понятия, что это может быть. То есть, нет, название-то понятно, а вот, как бы, что-то там внутри вообще нифига не понятно. То есть, там может быть все что угодно. Так что вот такие вот дела. Ну, такой неплохой здесь район. Этот район около... Как она называется? Рапонги здесь недалеко. То есть, если вот в ту сторону вот туда вот, вот туда вот дальше прямо пойти, мимо посольства и прямо-прямо-прямо, там будет Рапонги. Как раз. Вот в ту сторону там будет вот этот Токио Тауэр. Как раз. Вот, соответственно. А вот в левую сторону Испатио, то это там будет станция Хибия и центр города. Там императорский дворец находится, императорский сад. Потом там находятся парки. Тот же самый, например, Хибия. Хибия Гарден, по-моему. Ну, я не помню сейчас, как он там точно называется. Там Хибия Коэнджи. То есть... Коэн. Ну, в общем, там находится он. Ну... Если честно, отсюда пешком до него идти далековато. Поэтому я бы вам не рекомендовал бы идти пешком, скажем так, от посольства до центра города. То есть лучше взять автобус или такси. Либо если у вас есть велосипед. Вот тоже на велосипеде можно доехать. Ну, либо на поезде, как бы. Но единственное, что на поезде, на метро я бы вам не рекомендовал путешествовать по Токио по одной простой причине. Потому что ничего не видно. Потому что вы ездите по земле, и все темно. И никакой, ну, как сказать, красоты вы не будете наблюдать. А если вы ездите на надземной линии, то есть по надземке, то есть по GR или еще что-то, то там еще можно что-то увидеть. Ну, и то не так. Много. Вот здесь разные находятся кафе, разные рестораны. Вот здесь находится храм. Неплохой такой вот. Вот я туда не поднимался, правда, я не знаю, что там. Так как. Ну, что? Ты окей обратно. Сувенирчики. Вот если кто-то будет увлекаться этим. Это дарит этим мальчикам в основном. То есть, ну, детям. То есть, мальчикам вот таких вот самураев, сидящих там на сундуке или на каком-то там интересном стаменте. То есть, это костюмы самурая, типа, и символизирующие, типа, мужество, там, выдержку, отвагу, силу и так далее. То есть, эти вещи дарят именно молодым мальчикам, как бы, на день детей. То есть, есть день мальчиков, есть день девочек в Японии. Вот на эти дни эти вещи им дарят. Девочкам дарят там женщин, сидящих там в кимоно, тоже там, либо около какого-то там столика. Ну, разные есть фигурки, то есть, это тоже своя культура. По старым японским традициям вот такие вот вещи дарят. Здесь вот разная индийская кухня. Здесь вот находится тоже здание интересное, много очень небоскребов. Ну, в общем, красиво гулять. Сейчас приятно, тепло, не холодно и вот, ну, как бы, можно погулять, посмотреть на это все. Так что, обязательно заезжайте в центр города, посмотреть на Tokyo Tower, залезть туда сверху, сфотографировать вид. Очень красиво. Ну, все, с вами был Дэн, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, а мы с вами увидимся в других видео. До связи. Пока. Пока.